Здарова пацаны, это к сожалению последнее обновление на проекте NextRP, это всё связано с первым апреля, ну я надеюсь вы поняли. Пацаны, ну нужно было хоть как-то разукрасить нашу ситуацию. Всем здарова, с вами я, Бестик, сегодня мы находимся на центральном сервере, и сегодня мы вместе с вами будем обозревать новое обновление. Посмотрим, что она из себя представляет, пооткрываем новые кейсики, посмотрим на новые тачки, и у меня для вас, наконец, данного видеоролика имеется сюрприз. Так что досматривайте данный видеоролик до конца, у меня такой сюрприз, который вам точно понравится. Короче, ребят, сейчас я нахожусь на центральном сервере, и как вы понимаете, сегодня у нас добавили новое обновление на Next, не переживайте, это не последнее обновление, это такая вот шутка-смешнютка на первое апреля. Короче, ребят, и также в данном видеоролике, специально для вас, я по традиции разыгрываю премиум аккаунт на 14 дней. Для того, чтобы его получить, вам всего-то нужно подписаться на мой каналчик, поставить лайк, и в комментариях по данным видеороликам написать никнейм и сервер, на котором вы играете. Итоги будут на 1000 лайков по данным видеороликам, так что обязательно участвуйте. Короче, я не буду тянуть, сейчас мы вместе с вами заходим в F1, а, подождите, у меня сейчас имеется 11 тысяч рублей на нашем балансе, то есть, сегодня у нас обзор обновы будет реально очень интересный. Короче, я захожу в наше обновление, первое, что мне бросается в глаза, новые кейсы, качалка и дымный. Ну, кстати, это новые кейсы на Next, и неужели у нас их добавили? Сегодня посмотрим, дропается ли из них что-то годное или нет. Далее, это лимитированные кейсы, уличный и спортивный. А, что? Спорт? Так, потом еще спорт, может еще что-то спортивное будет? Не, ну реально какой-то рафлян. Уникальный набор резня, уникальная Toyota Chaser, скин Rorschach и тюнинг-кейс фартовый. Подождите-ка, а, получается, этот наш набор очень даже неплохой. Я вот не знаю, сколько он стоит, сейчас мы вместе с вами посмотрим, но, блин, набор так-то очень крутой. Напишите в комментариях, кто вообще собирается покупать. Уникальная машина УАЗ Патриот, встречайте уникальный УАЗ Патриот, который покажет, кто настоящий мужик. Не, лучше себе гелик купить и показать, кто настоящий бандит у нас на Next. Или вот Бентли, уникальная Бентли. Встречайте уникальную возможность приобрести изысканный Бентли Бентайга с огромной скидкой, количество ограниченное. Ну, снова у нас 100 Бентли, посмотрим, сколько она стоит, возможно, даже купим. Уникальный набор Король, винила, боква... Стоп, они постоянно были в конце вроде номерания. Я, возможно, ошибаюсь, но ладно. Винил, бог войны и плющ, кстати, новые винилы, так-то довольно неплохие, я вам скажу. Вот это у неё, конечно, волосы красивые. Далее, неоны, живой огонь и топ-степ, ну, это такое же себе. Уникальная скидка на скин подъездный, ну, блин, такое-такое. Далее, аксессуары, маска коня и бронежилет Суприм, ну, кстати, очень неплохо. И новый Хонда NSX, встречайте в автосалоне класса люкс. Он давно у нас был за донат, сейчас же его сделали за нашу игровую валюту. Можно, в принципе, посмотреть, сколько он сейчас стоит. То есть, я могу отправиться в автосалон класса люкс. Так, мы уже тут, и давайте сейчас посмотрим, сколько у нас стоит эта тачка. Мне интересно, ну, мне кажется, около миллионов двенадцати, возможно. Так, хорошо, окей. Чего, четыре миллиона всего? Нет, кстати, ребят, это очень круто. Я бы такую тачку себе взял. Напишите в комментах, кому нравится такая тачка. Не, ребят, цена меня реально порадовала. Я сейчас уехал оттуда, потому что там имеется огромное количество рыжиков. И они меня сейчас будут отвлекать. Короче, давайте мы становимся вот сюда. И сейчас нам нужно зайти в F4. Уникальные предложения. Бентли уже шесть человек купила, неплохо. Она у нас стоит, получается, восемь тысяч рублей. Но, блин, триста два километра в час максималка. Разгон три и семь. Блин, я бы купил. Но, не знаю, ребят, что-то она мне не очень-то и нравится, считай. Но, блин, пускай останется. Далее, набор резня. У нас стоит две тысячи восемьсот сорок. Блин, мне кажется, это бессмысленно его просто покупать, потому что это крайне дорого за него. Но, не знаю, ребят, напишите в комментах. Я сейчас чисто куплю для того, чтобы показать, как выглядит вот эта вот тачка на этом виниле. У Аз Патриот у нас стоит пятьсот рублей, как, в принципе, было у нас уже на Нексте. Скин подъездный стоит сто двадцать девять рублей. Бронежилет Суприм – сто девятнадцать. Маска коня – триста рублей. Винил И-69 – сто тридцать девять. Неона – девятьсот восемьсот. И уникальный номер Король стоит четыреста девяносто рублей. Ну, короче, давайте мы сейчас выйдем из нашей БМВ. И мы сейчас купим себе вот эту вот машину. Блин, я ее даже тюнинговать не буду, потому что каждый из вас знает, в принципе, как она может ехать, а у меня просто нету свободных слотов. Шестьсот рублей за слот? Неплохо, я вам скажу. Ну, ладно, в принципе, давайте мы его купим. Ага, все, отлично. Я получил эту тачку. И давайте все-таки посмотрим, что она из себя представляет, потому что я, честно говоря, не понимаю, типа, что в ней такого интересного, за что можно отдать реально такие бабки. Не, ребят, честно говоря, она как-то по-ущербному выглядит. Вот, по моему мнению, это реально как-то очень странно за такие бабки покупать такую машину. Типа, я бы себе лучше что-то реально полезное купил. Короче, ладно, в принципе, ребят, напишите в комментах, нравится ли вам Чайзер или нет. Мы его, короче, тут оставляем. И сейчас, блин, мне нужно добежать до Майбеха. Ну, короче, не суть. Мы в нем остаемся, и мы заходим в кейсы. Так, уличный, хорошо, давайте по два кейсика мы крутанем, посмотрим, что у нас выпадет. Так, открыть, ну, победа, хорошо, и скин. Понимаю, ну, тут, кстати, призы так-то довольно неплохие, но за 300 рублей всего получается 2 машины и 2 моцика. Ну, такое, такое, я такое осуждаю реально. Кейс спортивный, тут у нас уже все намного интереснее. Так, покупаем за косарь, открыть. Ну, дебилизм какой-то, ну, дай мне шорта нормальная. Не, пацаны, не-не-не-не-не. Кейс-качалка, он уже стоит 500 рублей. Просто сколько тут машин? Раз, два, три, четыре, пять, шесть машин в кейсе за 500 рублей? Это жестко, пацаны, то есть тут шанс выбить машину очень большой. Но не в моем случае, как я понимаю, реально не в моем случае. И, короче, кейс дымный. Сколько он стоит? Это же вообще жесть, типа. Ну, тут тачки реально очень крутые. Давайте мы его сейчас откроем без прокруточки, для того, чтобы посмотреть, может мне выпадет Авинтадор или какая-то Инфинити. Ну, будет же реально круто. Так что давайте мы сейчас его крутанем. Но машин тут очень много. Они, как всегда, вначале пролистываются, а в конце их просто... Да ну нафиг. Ха, нормально. Я ж пошутил, типа, насчет машины. Ты че? Не, вот мне сейчас тыкать просто на эти машины. Короче. Ё-моё, это просто какой-то дебилизм. Я сейчас тыкал на все подряд и открываем последний кейсик. Блин, я не ожидал, честно, выбить что-то нормальное. Я считаю, мы уже свой куш просто окупили. Потому что эта тачка донатная. Типа, ее нигде не найти. Ну, почему бы и нет, реально? Типа, она пополнила мой автосалон. 7 дней нашего премиума. Хорошо. Но, по факту, она тут... Блин, она, конечно, снизу. Но давайте сейчас на нее посмотрим. Типа, что она из себя вообще представляет? Мне реально интересно посмотреть на эту машину. Так, ну, вот такая вот у нас бричка. Это реально как какой-то космолет. Прям, блин, я ее никогда не обозревал. Типа, и вот сейчас она у меня появилась. Реально очень красивая машина. Ну, в принципе, пускай она у меня будет в автосалоне. Короче, мы сейчас берем машину, которую я для вас приготовил. Как я вам говорил, у меня есть для вас сюрприз. Блин, я не знаю, сейчас найду ли я ее тут или нет. Но она должна быть где-то тут. Вот она у нас, Audi RS TT. Что я сказал? Audi TT, короче, RS. Вот. Это у нас вот такая вот аудюха. Вы думаете, типа, бестик, ты дебил? Типа, какая ауди? Какой сюрприз? Ты, типа, вообще с катушек съехал? А я вам скажу. То, что эта машина имеется только у топ-донатеров. И то есть, ребят, не каждый ее может себе позволить. Так что сейчас мы ее затюнингуем. Посмотрим, сколько она у нас едет. Но тачка прикольная, но салон какой-то странный, честно говоря. А так, в принципе, она выглядит солидненько. Но знаете, типа, по моему мнению, это какая-то бабская машина. И сколько у нее, кстати, максималка? Ну, примерно 300, ой, какой 300, 400, 270, мне кажется. Около того поедет. Но мы сейчас, короче, ее прокачаем. И все-таки посмотрим, сколько она у нас поедет. Честно говоря, я сейчас не знаю, что за какашка у меня получилась. Потому что получилось что-то типа того. Не знаю, типа, цвет подходит ли ей или нет. Но самое главное, это ее внутренности. То есть, я ее немного затюнинговал. То есть, вот такие вот детали имеются. Потому что мне неохота сейчас очень много на нее тратить. Потому что, в основном, я просто не буду на этой тачке кататься. Я сейчас ее вам покажу и просто соли ее в гос. Поэтому, ребят, я просто сейчас на ней проедусь. Посмотрим, сколько она у нас едет. Но, кстати, мне кажется, то, что 345 сейчас, в принципе, она у нас должна поехать. Но, блин, какой-то разгон у нее плохой. То есть, в фулл 5 она примерно 450, скорее всего, поедет. Нет, кстати, разгон у нее неплохой. Я, возможно, на бэхе накатался. И теперь несу какую-то просто фигню. Но вот после 200 км в час она набирает очень тяжко скорость. И давайте посмотрим, сколько у нее максималка вообще будет. 320, 330, 340, 350 я чуть столб, короче, не задел. Ну, 345, я не помню, сколько я говорил. 347, короче, она у нас едет. Неплохо так-то. Ну, блин, тачка реально крутая, ребят. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Типа, по-моему, тачка прикольная. Но все-таки она какая-то, знаете, типа, не очень. Вот я бы себе реально такую не купил на поседнев. А вы напишите в комментариях, что вы думаете. Ну, а с вами был Бестик, пацаны. Всем удачи и всем пока-пока.